Худший вице-президент в истории США. Такими словами, кандидат на пост президента США от республиканской партии Дональд Трамп охарактеризовал свою новую соперницу в предвыборной гонке – демократку Камалу Харрис. Республиканец раскритиковал свою соперницу за наплыв нелегальных мигрантов через южную границу США. В свете этой претензии Трамп назвал Харрис некомпетентной. «За три с половиной года президентского срока Байдена Камала Харрис была движущей силой каждой катастрофы Байдена. Она некомпетентная, радикальная и сумасшедшая, которая уничтожит нашу страну за год, если ей когда-нибудь предоставится шанс прийти к власти». По словам Трампа, голосование за Камалу – это голосование за очередные четыре года неудачи для Соединенных Штатов Америки. Он также считает, что вице-президенту Камале Харрис нельзя доверять. «Если Камала будет так нагло лгать вам об умственной недееспособности Джо Байдена, то она будет лгать вам всегда. Ей нельзя доверять вообще никогда». Как и мошенник Джо, Камала Харрис не годится для управления страной. Голосование за Камалу – это голосование за еще четыре года нечестности, некомпетентности, слабости и неудач. Тем временем, американская телекомпания Fox News хочет организовать в сентябре дебаты между Трампом и Харрис. Ранее Трамп говорил, что хотел бы провести с Харрис не один, а несколько раундов дебатов. Однако пока что предвыборный штаб Дональда Трампа заявил, что не согласится на предвыборные дебаты с вице-президентом Камалой Харрис, пока демократы официально не определятся с ее кандидатурой. Тем временем, Трамп опережает Харрис по уровню поддержки примерно на 3% пункта в четырех колеблющихся штатах. Эти штаты, вероятнее всего, решат исход приближающихся выборов главы государства. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного аналитической службой Американского университета Emerson College и газетой The Hill. Микаил Таутиев, CBC